МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Долгожданное назначение в Самаре представили нового начальника ГУВД. Распахнет свои двери к первому сентября. В Куйбышевском районе завершается ремонт ДК «Нефтяник». Рюкзаки собраны, палатки наготове. Активисты ОНФ отправляются в экологический десант. Нового начальника самарской полиции, генерала-майора Александра Винникова сегодня представили подчиненным. Укасая его назначение, подписал президент Владимир Путин. Раньше Винников работал в Магадане и Санкт-Петербурге. В Самаре в первую очередь намерен выстроить диалог с властью и жителями. Репортаж Алины Чемерес. Ярый борец за соблюдение закона о тишине и ограничение продажи тонизирующих напитков. Нового руководителя областного полицейского главка представили коллективу. На встрече с коллегами со всей области Александр Винников отметил, в первую очередь важно наладить взаимодействие с жителями и властью. Нам необходимо будет действительно наладить конкуртивное дело в созданной государственной власти на региональном уровне. И вся эта работа за знаками будет и на инвесторе населения Самарской области. То есть население будет все комфортно и безопасно. Александру Винникову 54 года. Раньше он возглавлял МВД по Магаданской области. До этого 20 лет проработал в уголовном розыске и криминальной полиции Санкт-Петербурга. На должность в Магадан переводился еще полковником. Очередное звание получил через год. На посту руководителя Самарского областного главка Винников сменил Сергея Солодовникова, который возглавлял управление с 2015 по 2017 годы. Указ о назначении Винникова подписал президент Владимир Путин. На встрече с новым начальником полиции главы подразделений МВД в городах и муниципалитетах, руководители силовых структур. Прибыл очень опытный, авторитетный руководитель. Для него задача сохранить все то лучшее, что здесь есть и поднять работу полиции на качестве нового уровня. Вот счастливая задача. Приход очень опытного человека, прошедшего все этапы, начиная от рядового самого милиционера и уже 20,5 года возглавивший управление на Дальнем Востоке, это очень о многом говорит. Это тоже залог того, что мы можем улучшить результаты, иметь более тесное взаимодействие и с органами власти, и с местными органами. Также на встрече было отмечено, за последние годы люди стали больше доверять полицейским, улучшились и результаты работы правоохранителей. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Открыть дворец культуры «Нефтяник» в сентябре и исправить все недочеты. Такую задачу поставил глава города Олег Фурсов перед подрядчиками, которые реконструируют концертную площадку Куйбышевского района Самары. Проверил мэр и ход ремонта на стадионе «Нефтяник» о культурном и спортивном объектах, которым дают вторую жизнь. Репортаж Андрей Горгуленко. В дворце культуры «Нефтяник» проделано много работы. Заменена кровля, инженерные сети, окна. На этаже, где располагаются детские творческие кружки и танцевальные студии, ведутся отделочные работы. Обновляют холлы, подвальные помещения. В самом зале готовят сцену для выступления и зрительские места. Ход реконструкции проверил мэр Самары Олег Фурсов. Глава города сделал много замечаний по качеству работ, а также по количеству строителей на объекте. К учебному году дворец культуры должен быть открыт. Лучшая ситуация обстоит на другом нефтянике, на стадионе. Изумрудное поле ждет игроков, а трибуны – полторы тысячи болельщиков. В ближайшее время подрядчик приступит к главному корпусу. Параллельно займутся и территории вокруг спортивного объекта. И дворец культуры и стадион очень важны для куйбышевцев. Несмотря на то, что район отделен от Самары рекой, для города он является очень важным. Олег Фурсов отметил, что у района есть огромный потенциал, который необходимо развивать. В этом плане внимание к этому району будет усиливаться. Он для нас крайне важен. Здесь находится одно из, скажем так, градообразующих предприятий. Поэтому люди должны жить в хороших условиях, пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе инфраструктуры соответствующие. Пока единственной проблемой для завершения реконструкции стадион остается непогода. Из-за дождей не удается постелить легкоатлетические покрытия и беговые резиновые дорожки вокруг поля. Чтобы выполнить работы, нужна сухая погода не менее 3-4 дней. Но подрядчики обещают, день физкультурника нефтяник встретят с открытыми воротами. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Далее коротко о других событиях дня. Зам. директора Самарского завода «Коммунар» задержали по подозрению в покушении на мошенничество. Спецоперацию провели сотрудники регионального управления ФСБ. Уголовное дело передано в Следственный комитет. По версии следствия, подозреваемый обманул директор одной из фирм, пообещав ему заключение договора с заводом на выполнение строительных работ. Через своего водителя он получил от представителей фирмы более миллиона рублей, а также муляж в 500 тысяч рублей, после чего был задержан. Предполагается, что водитель, через которого передавали деньги, был не в курсе происходящего. Вину задержанный не признает. В Самаре осудили посредников, поселивших нелегалов на Красной Глинке. Осенью 2016 года оперативники ФСБ получили информацию о том, что два жителя региона организовали незаконное пребывание восьми иностранных граждан в Самаре. Они жили и работали на предприятии, получали там зарплату. Одного из организаторов суд отправил на семь месяцев в колонию общего режима. Менеджер самарской турфирмы похитила у клиентов почти миллион рублей. Жертвами обмана стали 15 ее клиентов. Они заключили с конторой договоры на сумму от 20 до 260 тысяч рублей. Получив деньги, сотрудница турфирмы постоянно отодвигала дату вытачи документов. Обманутые граждане обратились в полицию. Обвиняемая свою вину признала, материальный ущерб возместила частично. В следующие два года женщина пройдет в колонии общего режима. В Самаре откроется магазин товаров, сделанных заключенными. Это будут сувениры, швейная и кованая продукция. Покупатели смогут выбрать нарды, шахматы, шашки, шкатулки, модели самолетов, шапочки, платочки, постельные принадлежности, изделия из металла. Магазин откроется на улице Куйбышева. В больнице Середавина отремонтируют отделение реанимации и бактериологическую лабораторию. Работы пройдут в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Клиника уже объявила три аукциона. Общая сумма контрактов составляет чуть более 15,5 миллионов рублей. Источником финансирования станут бюджетные средства. Победитель торгов должен будет до 15 декабря этого года отремонтировать отделение реанимации и интенсивной терапии главного корпуса. Пошли на взлет. 18 юных самарцев попали в губернаторский реестр. Это областная программа поддержки одаренных детей. Она действует в регионе уже третий год. Участники-школьники, в основном старших классов, делятся своими проектами по развитию науки и производства. И получают поддержки со стороны вузов и областного правительства. С теми, кто подает большие надежды, пообщалась Олеся Корецкая. Анна Некрылова изучает культуру и искусство, а помогает ей в этом мама-физик. Вместе они исследуют химический состав красок на картинах Леонардо да Винчи и вероятность случайного выигрыша. Эти и другие свои разработки Анна представила на суд жюри программы «Взлет». Я пойму поступать в педагогический университет. Думаю, удостоверение члена губернаторского реестра мне поможет занять определенные позиции. Участники представили более тысячи исследовательских проектов по биологии, физике, медицине и другим научным отраслям. Было много предложений по строительству и компьютерным разработкам. 18 человек стали победителями и попали в губернаторский реестр. Они получат поддержку своих научных работ, уже будучи студентами тех вузов, которые помогали разрабатывать им свои проекты. Кроме того, что вы получаете возможность общаться с настоящими учеными, получаете возможность входить в культуру и среду вузовской науки, вы еще получаете возможность материального стимулирования и вознаграждения за свой замечательный труд. Областная программа «Взлет» действует третий год. В ней участвуют школьники старших классов вместе со своими учителями и преподавателями вузов. В этом году в программе объединились 13 самарских высших учебных заведений. Это все в его использовании специально разработаны информационные системы. Она позволила стереть территориальные рамки и социальные, экономические рамки. То есть в них мог участвовать и участвовал любой достаточно мотивированный школьник. Настойчивость, сообразительность и увлеченность – эти качества объединяют всех участников программы «Взлет». Организаторы надеются, что именно эти ребята, благодаря поддержке областных властей, внесут большой вклад в развитие экономики и производства региона. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. День победы в поделках самарских школьников и воспитанников детских садов. В региональном исполкоме партии «Единая Россия» подвели итоги творческого конкурса военно-патриотической тематики. Лауреатов наградили депутат Государственной думы Виктор Казаков и депутат Губернской думы Марина Седухина. В конкурсе принимали участие все муниципальные образования Самарской области. В конкурсе представлено свыше 400 творческих работ. 50 лучших выбраны для участия в финале конкурса. Было 11 номинаций. Это коллективная работа, подвиг медиков, объемная экспозиция, преемственность поколений, памятники, обелиски, работа, исполненная в мелкой технике, семейные ценности, самая сложная работа, картина, объемная открытка, военная техника. Лучшей коллективной работой стала поделка из 12 кукол ручной работы. 50 километров береговой линии в Самарской Луке планируют очистить от мусора добровольцы. Убираться в заповедных местах региона будут участники движения «Неси добро». В основном это школьники. Экологический десант отправился из Самары в Ширяево, дальше на Гаврилову Поляну и в Подгоры. Когда вернутся юные блюстители чистоты, знает Алина Чемерес. Ставить палатки и разводить костры многие из них научились в походах. Экологический десант готовится к отправлению на противоположный берег Волги. Маршрут от Ширяева в Каменную Чашу, потом на Гаврилову Поляну и в Подгоры. В числе экологов-добровольцев в основном школьники. Многие из них уже не первый раз. В поход участники движения «Неси добро» отправляются уже в седьмой раз. Присоединиться к ним могут все желающие. В прошлом году добровольцы очистили от мусора более 20 километров береговой линии. Мы очистили близлежащие водоемы от мусора и составили интерактивную карту свалок и каких-то мусорных скоплений. Те свалки, которые были нанесены на карту в прошлом году, они исчезли с лица нашей земли, можно сказать, матушки. Сейчас это зеленые лужайки, абсолютно не захламленные. У нас однозначно стало чище на территории Самарской Луки. Это однозначно. Второе, у нас появились безопасные тропы, по которым можно сейчас пускать организованные, подчеркиваю, группы туристов. И третье, и самое главное, что у нас ребята, наши городские ребята, наши областные ребята, они стали чувствовать ответственность, когда входят на территорию лесной зоны или просто на территорию, где находятся река и озеро. А это очень дорогого стоит. В этом году убираться на Самарской Луке будут около сотни человек. Помимо работы, добровольцев ждет экскурсионная программа. Вернутся участники экологического десанта 3 июля. Освободить от мусора планируют 50 километров береговой линии. Татьяна Дмитриева, Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Готовиться к новоселью. В Самаре на Советской Армии построили высотный дом для детей-сирот. Наноспутники Самарского аэрокоса изучат ионосферу Земли. Проект университета представят на научной конференции. Любимые мультгерои существуют на самом деле. В Самарском зоопарке теперь есть свой Бэмби. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин